Что такое псориаз, Олеся впервые узнала в подростковом возрасте. Сейчас женщине 39, причем никто из близких родственников заболеванием не страдал. Вопреки распространенному мнению, что болезнь передается по наследству. Проблемы начались с кожи головы, постепенно псориаз захватил все тело. Кожа стянута, лопается все, кровит, чешется. То есть, ну, очень тяжело это все протекает, особенно период обострения. Период обострения раньше был весна-осень, сейчас непонятно. Сейчас, мне кажется, это, наверное, круглогодично. Специалисты отмечают, в крае начали чаще выявлять детский псориаз, да и взрослых меньше не становится. Усугубил ситуацию коронавирус. На стационаре лежали такие пациенты, у которых вообще клиника псориаза полностью меняется. Были такие пациенты, у которых впервые псориаз возник. Но это не говорит о том, что у них псориаза не было, а вот тут ковид наступил, он раз по щелчку и возник. Нет. Ковид, как любое вирусное заболевание, является раздражительным фактором, который просто вызвал обострение. Если бы не сейчас, то у этих пациентов обострился бы, например, в 70 лет, в 80. В тяжелых случаях без госпитализации не обойтись. В кожно-венерологическом диспансере таких больных сейчас лечат не только традиционно с помощью мази, таблеток, уколов и УВО-установки, правильного солярия для пациентов. Если вдруг мы не видим улучшения на каком-то из этапов терапии, мы уже можем перейти на крайнюю, на сегодняшний день в нашем мире ступень лечения. Это генно-инженерные биологические препараты. В персонале нашего диспансера есть все блокаторы интерлекинов, которые на сегодняшний день есть и зарегистрированы в Российской Федерации. Эта помощь доступна всем тем, кто в ней действительно нуждается. Псориаз чреват развитием артрозов и дальнейшей инвалидизации. Наша героиня Олеся как раз переживает, что начали болеть суставы. Это при том, что ее в диспансере пролечивают два раза в год. К слову, излечить псориаз полностью невозможно, но длительная ремиссия, вплоть до 10 лет и комфортная жизнь вполне реальны. Нужно соблюдать рекомендации врача, избегать простудных заболеваний и стрессов. А тем, кто только заметил пятна на коже или боли в суставах, не игнорировать эти симптомы, а обратиться к дерматологу. Дерматолог уже будет консультировать, смотреть, нужна терапия, не нужна терапия, как пациенту себя в дальнейшем вести. Нужны какие-то витамины, мазевые препараты, либо этому пациенту пока ничего не нужно. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.